Привет, друзья! Мы продолжаем знакомиться с коллекцией Merida 2019 года. Сегодня в гостях у нас наш велоэксперт Грусницин Павел. Паша, привет! Добрый вечер! И хотели бы сегодня рассказать вам об такой модели как Merida Reactor 4000. Ну это еще вот 4000 ТВ, то есть она отличается от обычной, что на ней стоят другие колеса. Ну и вот в принципе, Паша, предназначение этого велосипеда какое? Вообще у шоссейных велосипедов, скажем так, большинство людей на них гоняются и тренируются, то есть это как можно использовать для гоночных, так и тренировочный велосипед. Тренировочный на этих колесах, гоночные волны, гоночных колес просто становится. То есть это обычная практика? Обычная практика. У шоссейника фреймсет и колеса. То есть колеса даже, я бы сказал, что больше, чем фреймсет. Даже вот раздельные старты можно ездить, не обязательно на рогатки, самое главное поставить хорошие колеса. То есть вот. Ну то есть тренируешься на попроще колеса, на гонку ставишь боевые. Конечно. То есть это вот такая практика обычная. Пару слов о фреймсетах. Это аэродинамичная версия Merida React, линейка, да. То есть если посмотрите на раму, она вся сплющенная. Подсидел тоже имеет сплющенную форму. Так уже не начали давно делать, просто с годами совершенствует такую технологию. Вот начали еще потихонечку всякие крышечки вот такие вот тоже как бы сплющивать. Единственное, здесь руль стоит с выносом обычный, да. Ну это и версия младшая. Вообще у версии Team и версии там 7-9000 у них идет аэродинамичный кокпит. То есть там идет вынос специальный, по-моему даже в руль интегрированный. Да, это у самой верхней. Но там есть нюанс с подбором проставок и скажем так, длиной выноса. В общем, если вы подытожите, здесь проще посадку настроить будет, чем на том велосипеде. Тот я как переехал, так и переехал. То есть нужно заказывать специальный руль со своей длиной выноса. Здесь стоит новая группа шамановская 105. Шаманы обновили свою группу 105. Она называется теперь R700. Вот. Если посмотреть на задний переключатель, то есть на явное отличие. Задние переключатель здесь уже сделаны по технологии Shadow. Так же, как раньше делали в байках и делают сейчас. То есть до этого была только Durace с ультегрированием. Но с этого года вот они стали использовать технологии уже в более младших группах. Вот. Ну, в целом. Потому что в этом году обновили Шаманы как раз 105-ю линейку в шоссе и XTR в байках. Да. То есть две группы они обновили. Да, две группы обновили. Я считаю, что это золотая середина в плане тренироваться и гоняться. Гоночный велосипед будет отличаться колесами и навеской. Разница веса групп Durace и 105, он не такой, как разница в тренировочных и гоночных колесах. На гоночных колесах вы все равно выиграете больше, чем в группе. Поэтому самое главное здесь, это купить вторые колеса, если вы будете гоняться. Но они будут стоять как велосипед, правда, наверное. Может и. Меньше как-то, да. Могут чуть меньше, могут чуть больше. Это уже зависит от вашего бюджета. Но колеса нужны. Вот. Что еще можно сказать? Ну, основные моменты я указал. Ну, вот смотри. Ну, во-первых, такой тебе вопрос, может, как бы, не все знают, но ты же фреймсет. Что такое фреймсет? Фреймсет это рамбая вилка, подседельный штырь. И если идет специальный набор, вынос-руль, это тоже идет фреймсет. Потому что без этих деталей вы не собираете велик. У некоторых еще в фреймсет входят тормоза. Потому что, допустим, у ТТшников, ну, ТТ это тайм-триал велосипед для раздельного старта. У них тормоза в большинство идут всякие встроенные, интегрированные там. То есть их надо собирать. И не только свои. Только колодки можно там использовать, допустим, шамановские, либо еще какие-то. То есть вот это называется фреймсет. Еще модуль его называют. Хорошо. Вот еще вопрос. Смотри, Паша. То есть, в принципе, у Мериды, получается, две основных линейки шоссейные. Это реактор, то есть более аэродинамическая, да, рамы. И есть скульптура. Это уже, ну, так скажем, классические, которые были шоссейные велосипеды. Вот, в принципе, вот реактор, то, что мы сейчас рассматриваем, она больше подходит для каких условий? Это больше равнинные гонки. Классические гонки. Есть такие гонки, так называемые классики. То есть одневные гонки в основном равнинные, с не с большими там торчками, без длинных наборов. Есть горные гонки. Так вот, скульптура это для горных. Паша, вот сейчас еще модная тема такая, как триатлон, да? Да. И вот, в принципе, но триатлонные велосипеды, даже самый простой, будут стоить, ну, прилично. Дорогие, конечно. Да. Вот на таком велосипеде можно ехать триатлон? Безусловно, особенно короткие гонки. Ну, такие дисциплины, как спринт, олимпийские. На такой велосипеде ехать можно достаточно просто. Даже можно лежак на какие-то, то есть на короткие гонки не ставить. Можно за незадо ехать. Ну, вообще, если, как бы, хочется дополнительного времени, так говоря, ставится вот лежак, ну, для более аэрономической посадки и настраивается посадка. Вот. Ставятся колеса, опять же, да, и можно, в принципе, ехать, если не позволяет бюджет купить разделочник соответствующий. Ну, разделочники очень дорогие, особенно, если вариант с магазина рассматривать. Ну, вот, в принципе, получается, что это универсальный шоссейный велосипед, который можно использовать на равнинных групповых гонках, на каких-то разделках уж, на худой конец, да? Да, можно, конечно. В триатлоне. Ну, и у нас, как бы, сильно большого рельефа нету, там, как в Альпах, там, Кавказ, я не знаю, у нас, в принципе, тоже можно подъем. То есть, ну, в этом плане достаточно интересная модель. Ну, просто универсальный получается. Да, универсальный велосипед. Ну, и кто пользователь, Паша? Вот по этой конкретно модели, вот, с новой такой комплектации. В принципе, такой велик для спортсменов сгодится, для начинающих спортсменов, для спортсменов среднего уровня, для любителей, которые так уже активно катаются, да, то есть, ценители шоссе. То есть, как бы, есть деньги, есть понимание, что вот хочется релик, то есть, понимание, где будут ездить, то есть, пожалуйста, то есть, если я буду из-за равнины, буду ездить, там, разделки, триатлон пробовать, да, можно взять, да, вот, то есть, ну, попробовать уже, поездить на нем, хочу триатлон, хочу разделки, продать его, и уже потом купить этот разделочник, допустим. Получать можно с такого велосипеда. Ну, в целом, достаточно интересный велосипед, вот, ну, по стоимости его не сказали, стоимость его составляет порядка 120 тысяч, в общем-то, ну, для этой комплектации, для таких колес, это, в общем-то, ну, нормальная цена, вот. Ну что, Паша, спасибо тебе за информацию, я думаю, она была полезна, вот, друзья, спасибо вам за внимание, оставляйте свои вопросы и комментарии под видео, всем пока, счастливо!